Учиться это вкусно. Уже этой осенью юные подопечные волонтёрского центра «Радость моя» начнут постигать азы кулинарного мастерства. Для детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью добровольцы разработали проект «Гостиная с припёком». И сейчас активно работают над его реализацией. Наша задача, чтобы ребята научились что-то делать на современном кухонном оборудовании. Чтобы в будущем они могли для себя выбрать, на чём они сами хотят готовить дома у себя. И, может быть, подумать, как переоборудовать домашние кухонные уголки, чтобы для них это была такая доступная среда. Всё необходимое кухонное оборудование приобретут на грантовые средства, которые проект выиграл на конкурсе «Малых грантов православная инициатива». Так в «Гостиной с припёком» появится современная духовка, мультиварка и мультипечь. На реализацию проекта отводят три месяца с августа по октябрь. Мы пригласили к участию в этом проекте профессиональных поваров. Оказалось, что один из волонтёров наших – это профессиональный повар. Потом у нас есть партнёры, которые нам часто помогают. Это кафе «Веранда». Они нам не отказали. То есть у нас вот такие планы. Может быть, мы привлечём ещё кого-то, потому что выясняется, что желающих обучаться готовить гораздо больше, чем мы даже предполагали. Юная саровчанка из клуба «Инсайт» мечтает стать дизайнером. Под руководством волонтёра из Ярославля они уже разработали дизайн гостиной с припёком. Грантовые средства покроют только покупку оборудования. А вот ремонт гостиной, прихожей и туалетной комнаты ложится на плечи добровольческого центра. Даже если мы используем тот кухонный небольшой уголок, который у нас есть, нам пожертвовали небольшой такой кухонный уголок, но в любом случае нужна новая столешница, нужна мойка, нужны, как это называется, вот эти сантехнические все приборы нужны. Ремонт нужно закончить к 1 августа. Помочь волонтёрам с реализацией проекта может любой желающий. Для этого необходимо связаться с Анной Виноградовой по телефону 8 906 353 46 37. Анна Пилипец, Евгения Шевцова, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров, 24.